еще раз добрый вечер друзья давайте начинать сегодня мы поговорим про сертификацию и не обо всей сертификации конечно же вообще а по сиквел северу оказалось что у нас на нашем канале специалистов нету никаких рассказов вообще про сертификацию и поисковый сервер в частности надо пробелы восполнять вот сегодня начнем и потом возможно я или какой-то другой преподаватель продолжит рассказывать про эту занимательную тему микрофона федор самородов я работаю преподавателем в учебном центре специалист и моя специализация как раз курсы по сиквел северу по базам данных и по всяким смежным вопросам и так у нас на повестке три вопроса по поводу этой самой сертификации зачем она вообще нужна для чего сдавать экзамены сертификат же дается не просто так по окончании курса вы просто получаете сертификат что вы прослушали курс но вы же могли ничего не понять для получения полноценного сертификата вы сдаете экзамены что требует времени и даже немножко денег зачем тратить ресурсы на вот это дело если все-таки вы решили что сертификации вам нужно и сложности вас не пугают на этом пути то второй вопрос мы сегодня обсудим какие экзамены сдавать что надо сдавать и если когда если эти экзамены мы выберем мы обсудим еще как к ним готовится как правильно сдавать эти экзамены как подготовиться так чтобы сдать хорошо да если у вас будут вопросы пишите их пожалуйста в чат чат у меня постоянно перед глазами я вижу что вы мне тут пишите так что спрашивайте поехали для чего сдавать эти самые сертификационные экзамены ну вы наверное слышали что сертификация и в частности микрософтовская сертификация и вообще любая айтишная сертификация только микрософтовская есть много других вендоров которые свою сертификацию тоже проводят а есть еще такие независимые от вендоров сертификаты вы наверное неоднократно слышали что сертификация это очень полезно позволит вам продвинуться по службе выделятся всячески и все такое прочее. Если вы зайдете на сайт Microsoft или любого другого вендора, или даже на сайт специалиста, и решите почитать о пользе сертификации, то вы увидите массу полезной информации, цитат великих людей, безусловно успешных, которые рассказывают о том, как здорово быть сертифицированным специалистом, как эта сертификация поможет вам в жизни, в карьере, получить работу, например. А если работа вдруг у вас уже есть, то получить новую покруче или на той же продвинуться. А также, конечно же, этот сертификат вы сможете показывать вашим коллегам, хвастаться и вообще повесить его в ВКонтакте, в Фейсбуке, на Аватарку. Все будут знать, что вы сертифицированный специалист, безусловно достойный. И вообще сертификация, она помогает быстрее и лучше учиться, правильно осваивать навыки, полезные для администраторов, для разработчиков, в том числе для администраторов, разработчиков баз данных. В общем, куда не кинешь взгляд, сразу видно, что сертификат всячески способствует успеху. А еще у каждого бендера есть масса преимуществ и всяких бонусов. Вы можете получать интересные значки и всякие знаки отличия, и всякие нашивки. У меня вот тоже есть небольшая, правда, коллекция разных толстовок, бейсболок, сумок и прочего с логотипами разнообразных сертификатов, которыми я обладаю. В общем, сертификация – это здорово все и очень полезно. Так вот, давайте мы начнем с того, что сразу честно признаем, что вот это все, что пишут в интернете, это, конечно, все полная ерунда, поэтому можете на это вообще не обращать внимания и такие тексты не читать. Это, ну, как реклама, которую вы видите по телевизору, это же все неправда, или бумажки, которые вы из почтового ящика достаете. Вот это все из той же серии. На самом деле сертификация нужна совершенно не для этого. Если вы сдаете экзамены в ожидании карьерного роста или в ожидании того, что это поможет вам какими-то божественными навыками обладеть, то у меня плохая для вас новость – это не так. Ничему этому сертификат не поможет. Ни в карьере вас он не продвинет, и навыками, знаниями новыми не наделит. Но все-таки некоторая польза от этого сертификата есть. Я бы не стал, конечно, вам рассказывать о совершенно бесполезных вещах. Какая-то польза есть. Давайте эту пользу попытаемся выделить. Рациональное зерно в этой самой сертификации. На самом деле, зачем сдавать? Есть две причины или две группы причин, по которым все-таки показана сдача экзаменов и получение сертификатов. Показания к сдаче сертификатов выписываются в случае, если это вам нужно для работы. Действительно, хоть в карьере он вас и не продвинет, но есть две ситуации, когда в работе сертификат поможет. Во-первых, если вы планируете устроиться на работу за границей, то сертифицироваться надо обязательно. Это строго обязательные условия. Нам тут из России это кажется, может быть, странным и преувеличенным, но у них там своя атмосфера. У нас на Руси на собеседовании вас про сертификаты вряд ли спросят. И если в резюме будете писать, то тоже внимания не обратят. А если обратят, то только чтобы вам польстить и похвалить. На самом деле на Руси не интересуют работодателя, какие там у вас сертификаты. У нас все решает собеседование или тестовое задание. И это у нас считается нормальным и соответствует здравому смыслу. А вот в Штатах, в Европе не так. Там с вами даже разговаривать не станут, если у вас нет базовых сертификатов. То есть вообще просто не позовут на собеседование, если вы не напишите, что вы имеете такой-такой-такой сертификат. Я все-таки, когда готовил слайды, лазил по сайту Микрософта, выписывал преимущества сертификатов и все-таки нашел там одну честную цитату. Вот подрезал скриншот. Вот тут человек говорит правду, что он возьмет на работу только того, кто имеет сертификат. Так, не сертифицированных он даже на собеседование не позовет. Это явление имеет давнюю историю. У нас на Руси, в наших таких инженерных традициях, считается хорошим и правильным, если человек на все руки мастер. Если он айтишник, он должен уметь менять картриджи в принтере, починять компьютер, ну и еще там базы разрабатывать, администрировать тоже должен уметь. Поэтому, чем больше вы умеете, конечно, тем лучше. И у нас никого не удивляет, что человек то занимался сборкой-разборкой компьютеров, то базами данных, то программированием. Это считается нормальным. И чем больше вы знаете и умеете, тем круче. Если вы не только в глубину, но и в ширину предметную область осваиваете, это хорошо, это вам всегда плюс. Работодатель будет очень рад. А вот в Штатах, в Европе не так. В компаниях с западным менеджментом, хорошим специалистом считается не такой специалист, который много знает, много умеет всего, на все руки мастер. Нет, наоборот, такой специалист считается плохим. И у них даже есть специальное слово для таких людей. Overqualified, переквалифицированный. Они считают, что такие люди не будут сильно мотивированы на работу. Если их нанимают на работу, скажем, перекладывать картонные коробки с одного места на другое, а у них такая высокая квалификация для кандидатских и все такое, то они будут без удовольствия выполнять скучную для них работу и будут посматривать, куда бы еще перейти. В компаниях с западным менеджментом считается хорошим сотрудником такой, которого легко заменить. То есть, которого можно уволить и вместо него взять другого. И сразу же работа продолжится, ничего не поломается, бизнес-процессы будут продолжаться. И чтобы вас легко было заменить, вы должны в ситуациях разных вести себя предсказуемо. Ну вот как на дороге, когда вы пилотируете автомобиль, очень важно быть предсказуемым для остальных участников движения, чтобы они знали, каких маневров от вас ожидать. Так и работодатель в компании с западным менеджментом очень ценит предсказуемых сотрудников, которые в стандартных кейсах действуют стандартным образом, которые будут стандартные задачи решать так, как им рассказывали на курсах, так, как об этом было написано в учебниках. И управленец западной школы, он уверен, что сюрпризов не будет, можно планировать, в том числе риски всякие. И это хорошо, это управленцев успокаивает. Так вот, для того, чтобы вы выглядели в глазах такого работодателя предсказуемым человеком, которого можно легко заменить на другого, вы должны подтвердить, что вы действительно знаете, как в штатных ситуациях стандартные задачи решать стандартным образом, точно так же, как их решил бы другой администратор или разработчик на вашем месте. Вот для этого нужен сертификат. Сертификат означает, что вы прошли экзамен, где на вопросы, касающиеся стандартных кейсов, дали стандартный ответ. И ваша ценность в глазах западного менеджера здорово возрастет. Если вы не собираетесь искать работу за рубежом, а только тут будете трудоустраиваться, то тоже есть еще причина, которая может вас заставить сертифицироваться. Дело в том, что все айтишные компании, они хотят стать или уже стали партнерами Микрософта, и Микрософт их наделил статусами, там всякими золотыми, серебряными и так далее. И этот статус, он дает преимущества в работе, для работодателя разные, но очень важные. Так вот, чтобы поддерживать такой статус, компания должна удовлетворять требованиям микрософтовским. А Микрософт в каждом статусе прописывает, что чтобы быть, скажем, золотым партнером, у вас в штате должно быть только-то специалистов, обладающих такими-то сертификатами. И вот в этом случае обладание сертификатом полезно. Бывали даже такие инциденты, когда работодатели отечественные приплачивали экзак плате просто за факт обладания сертификатом. Но, скорее всего, в такую компанию у вас и без сертификата возьмут, просто сразу после трудоустройства попросят сдать экзамены, чтобы сертификат у вас был. Ну, например, вот в специалисте все преподаватели обязаны иметь сертификаты по тем дисциплинам, которые они преподают, и специалист тоже является партнером, лёгинг-партнером Микрософта и обязан держать в штате определенное количество специалистов с сертификатами. И если вы будете вдруг работать преподавателем, то Микрософт, то работодатель, ваш специалист, например, даже попросит вас привязать ваш Микрософтовский профиль к компании-работодателю, чтобы Микрософт автоматически отслеживал вот это вот количество сертификатов. Так что сертификация все-таки для работы полезна, и главная причина – это желание устроиться за границей. Обязательно перед тем, как начнете расслать резюме, получите все необходимые сертификаты, и в самом начале резюме крупными буквами их все перечислите, и логотипчики там везде тоже на ваших страничках расставьте. Помимо работы, сертификат может вам пригодиться еще и безотносительно вашей профессиональной деятельности, а просто для себя. Допустим, работодатель вас не мучает с этими сертификатами, ничего не требует, и то, как вы работаете, его вполне устраивает. Будь вы там на все руки мастер или нет, ну, в общем, работаете. Кстати, вот когда я рассказываю про западных работодателей, мне часто не верят, но вы почитаете форумы, есть же много форумов, где обмениваются опытом люди, которые ищут работу или устроились на работу в Штатах, например. Это чистая правда. В Штатах, например, вас не пустят с отверткой к компьютеру, если вы не предъявите сертификат, что вы сертифицированной техникой можете разбирать компьютер. Я неоднократно наблюдал ситуацию, как зарубежные программисты, приехав сюда, к нам в Россию, были немного от этого растеряны. Например, видел такую ситуацию, когда разработчику новому иностранцу дали дистрибутив в Visual Studio и сказали, вот давай, начинай работать. А он не мог начать работать, он ждал, пока придет администратор и установит ему Visual Studio. Для наших специалистов это кажется немного странным, а у них нормально. Ну так вот, для себя, зачем для себя сертификат получать, если он вам на работе не требуется. Тут опять же, не обращайте внимания на всякие рекламные тексты по поводу там всякого роста, ускоренного прогресса в обучении, это все не то. Сертификат имеет для личных целей одну лишь пользу, он может служить для вас источником мотивации. Мотивация это ключ, который открывает все двери. Если у вас есть мотивация, то ничего вас не остановит. Если вы мотивированы, то вы все изучите, все задачи решите, со всем справитесь. Проблема обычно в том, чтобы найти вот этот источник мотивации. Страдают те, у кого этого источника нет. Ну, например, вот, много людей хочет похудеть, и рецепт известен, надо просто тратить калорий больше, чем употреблять. И тогда вы похудеете, есть масса диет и все такое. Люди почему не худеют? Нету мотивации, потому что это же не просто так, вот, на диету сесть, заставить себя 7 дней в неделю есть один сельдерей и один разгрузочный день, лишь когда вы можете половину куриной грудки на пару приготовленной съесть. Это же тяжело. И без мотивации вы с этим не справитесь. Нужен источник мотивации, нужен какой-то источник, который вас похудеть заставит. Например, вы хотите кому-то понравиться. Или вы увидели в магазине шикарные джинсы, просто изумительные, полный восторг, но не можете в них влезть. И вот ради того, чтобы эти джинсы все-таки купить и носить их, вы готовы всю неделю есть один сельдерей. Вот источник мотивации, он открывает ключ ко всему. Поэтому не важно, какая там у вас диета, какие там принципы питания вы исповедуете, важно, чтобы была мотивация. Мотивация есть, диета найдется. Аналогичный пример можно привести с книгами по тайм-менеджменту. Есть много литературы по тайм-менеджменту, как составлять расписание там свои, планировать дела. Но это все бесполезно для человека, который не имеет мотивации. Дайте ему мотивацию, заставьте его ценить свое время, когда ему не будет хватать времени на все свои планы. Вот он начнет его ценить, появится какой-то источник мотивации. Тогда он обойдется безо всяких книг по тайм-менеджменту и так далее. Так вот, сертификат может для вас послужить таким источником мотивации. Большинство поступков, как ни странно, люди совершают, руководствуясь не очень-то такими высокими мотивами, а вполне даже низменными соображениями. Ну вот действительно, похудеть ради того, чтобы влезть в шикарные джинсы. Изучить SQL Server ради того, чтобы повесить на стенку красивый сертификат. Используйте его для этого. Если у ваших коллег есть какие-то сертификаты по SQL Server, получите такие же, плюс еще один. Если выходит новая сертификация, новый экзамен, немедленно бросайтесь сдавать экзамен, чтобы первым сдать этот экзамен и получить не просто сертификат, а сертификат с пометкой, что вы один из первой тысячи сдавших этот экзамен. Используйте это как источник мотивации. Ну а если мотивацию создать удастся, то остальное все уже само. Вот что я имею вам сказать относительно первого пункта, для чего нужен сертификат. Если то, что я перечислял, вам не подходит, то сдавать сертификат не обязательно. Напоминаю, коллеги, что у нас работает чат, если вы со мной не согласны, хотите поспорить, или у вас есть вопросы, то пожалуйста, задавайте чат, я наблюдаю. Так, ну что же, второй вопрос. Если, значит, сертификат нам все-таки нужен, какие экзамены сдавать, какие статусы получать? Сертификатов этих много, и Microsoft постоянно что-то меняет, каждый год чего-то меняется в правилах сертификации, в правилах обновления, какие-то новые уровни появляются, исчезают, какие-то внутри этих уровней направления возникают, исчезают, и схемы какие-то сложные постоянно Microsoft рассылает. Легко запутаться, сложно разобраться. Давайте это обсудим. Ну что же, если мы зайдем на сайт Microsoft, то увидим, что сертификация представлена там в виде такой пирамидки, верхний уровень которой политкорректно оставлен незаполненным. Три уровня предлагает Microsoft, самый такой начальный для начинающих и для экспертов. Ну на самом деле MCSA и MCSE конечно же нам интересны. Вы можете в первом приближении для себя считать так, что MCSA начинающий специалист это такой специалист, который способен поддерживать и развивать дальше готовое решение. Например, базу данных кто-то уже написал, а вы ее поддерживаете, дорабатываете, допиливаете и чего-то к ней прикручиваете. Или кто-то ее вам дал на поддержку, настроил, а вы лишь текущие вопросы делаете. Пользователи там заводите, какие-то разрешения раздаете. Вот это такой специалист с точки зрения Microsoft, который способен поддерживать готовое решение, и если он администратор, если он эксплуатирует это решение, то он решает стандартные задачи, типовые, которые постоянно встречаются в его области. Например, заводить пользователей, раздавать разрешения, делать резервные копии. То есть, такие обыкновенные регламентные задачи вполне незаурядные. Если он разработчик, то он способен разработать либо какое-то простое решение, опять же, такое более-менее шаблонное, несложное, либо дорабатывать какое-то существующее уже решение. Но, если вы собираетесь создавать новые сложные решения или решать задачи эксплуатации администрирования какие-то нестандартные, которые не всегда возникают не каждый день, то есть, не просто резервную копию делать, а настроить какую-то отказоустойчивую схему чудовищной сложности, то тогда Microsoft читает, что вы должны быть экспертом MCSE. то есть, сдать больше экзаменов, больше всего изучить, и вот тогда сможете решать более сложные задачи, нестандартные, ну и больший уровень ответственности, конечно, в таком случае от вас требуется. Так, а вот, кстати, самый базовый уровень МТА. Напишите, пожалуйста, мне в чат кто-нибудь имеет знакомых, у кого такой есть сертификат. этот уровень появился не сразу, Microsoft его ввел несколько лет назад, и этот уровень МТА не является обязательным для получения всех вышестоящих. Чтобы стать экспертом, надо быть solution associate, надо быть MCSA, чтобы стать потом MCSE. То есть, MCSE это MCSA плюс какие-то дополнительные экзамены. А вот экзамен МТА, сертификат МТА, он не требуется для более высоких статусов, то есть, его можно не сдавать. Но, если его не сдавать, если он необязательный, зачем он тогда нужен? Microsoft придумала этот статус, как сам Microsoft говорит нам, для того, чтобы повысить интерес к сертификации. То есть, это на самом деле реклама. Это очень простой экзамен, там обсуждаются базовые принципы, что такое база данных, вы знаете, что база состоит из табличек. Вот такие простые вещи, которые специально составлены так, чтобы любой их сдал. Предполагается, что человек, получив сертификат МТА начального уровня, он проникнется гордостью, у него зажжется мотивация, и он подумает, раз я получил такой сертификат, значит, я могу больше, я могу подготовиться и сдать следующий сертификат и следующий. Вот в этом смысл существования этого начального уровня, в том, чтобы упростить начало сертификации, чтобы народ не боялся сертифицироваться, и чтобы можно было при помощи вот этого уровня зажечь мотивацию для дальнейшей сертификации и для дальнейшей учебы. Ну и, конечно, для изучения продуктов Микрософта. Микрософт, конечно, всем рекомендует сдавать вот этот сертификат, всем тем, кто ничего никогда не сдавал, то есть, кто только про сертификаты услышал. Ну, вебинар сегодняшний, он, собственно, к таким людям адресован. Рассказать про сертификацию тем, кто про нее не знает. Так вот, исходя из вышесказанного, понятно, значит, что эта сертификация IT-специалистам или будущим IT-специалистам на самом деле неинтересна. Это, ну, все равно, как начать играть на бирже с виртуальным счетом, если вы собираетесь играть на бирже, то любой брокер, он предложит вам виртуальные деньги, виртуальный счет, который не страшно проиграть. Но это же бессмысленно этим заниматься, так только недалекие люди делают. Играть надо на бирже сразу на свои собственные реальные деньги, иначе какой смысл? Ну, или можете это сравнить с покупкой, скажем, конструктора лего для детей. конструкторы лего считаются таким начальным уровнем для того, чтобы ребенок приучался к инженерному ремеслу. Но мы-то с вами понимаем, что лего это конструкторы для гуманитариев, и если вы хотите вырастить инженера, то, конечно, бессмысленно ребенку давать такой конструктор. Родители, которые хотят воспитать настоящих инженеров, они сразу нагружают ребенка настоящими конструкторами, а те, кто вам будет советовать лего, можете смело посылать. Так и здесь. МТА это для гуманитариев. Если вы инженер, вам это не нужно, и смело шлите всех в дыру, кто будет вам сватать такой экзамен. Не будем о нем дальше. Интересный разговор начинается с МССА. И вот это и есть сегодняшняя наша тема. Станислав спрашивает, а что входит в курс для получения МТА? А нет такого курса никакого для получения МТА. МТА вы можете сдавать после любого курса или вообще без курсов. Его смысл в том, что если вам страшно сразу идти на МССА, вы идете на МТА, который вы гарантированно сдадите. Вот. В этом его цель. Так что курса никакого не нужно. Ну и в резюме тоже МТА писать не надо. Если вы пишете МТА в резюме, то работодателю сразу понятно, что он имеет дело с гуманитарием. Вы же не хотите, чтобы вас таким считали. Пишите сразу начиная со статусов МССА. МССА это уже действительно сертификат, экзамен, экзамены, которые подтверждают, что вы чего-то знаете и умеете. И пока вы к этим экзаменам готовитесь, пока вы их сдаете, вы действительно хотите или не хотите, какими-то навыками обладать все-таки будете. МССА есть у МИКРОСОфта по разным направлениям, не только по базам данных, а вообще по всем по Windows, по всем другим продуктам. Нас интересует SQL Server. В SQL Server, когда вы начнете изучать, что вам нужно сдать для МССА, вы увидите, что Microsoft сразу вас пытается развести в три разных направления. Этот статус имеет такое пояснение под группу. Можно быть сертифицированным Solution SS по разработке баз данных, по администрированию и по бизнес-аналитике. То, что называют американцы бизнес-интеллиженс. Здесь у меня тоже для вас плохая новость. Вот тут вас тоже пытаются обмануть. Microsoft и не только Microsoft, вообще многие стараются разделить роль администратора и роль разработчика. И это в общем правильно, в этом есть здравый смысл. Потому что у тех, кто разрабатывает софт и тех, кто софт эксплуатирует, у них по-разному должен быть устроен мозг. Они должны по-разному мыслить, чтобы у них все хорошо получалось. Разработчики должны мыслить особенным образом, а администраторы немножко другим образом. И, конечно, правильно, когда человек профессионально владеет и мыслит для выполнения своей задачи. Но, к сожалению, вот в области баз данных нельзя развести полностью администратора и разработчика. Это, если вы занимаетесь разработкой или администрированием софта под Windows, например, вы можете сказать, я занимаюсь только программированием, я пишу программы, а уж как там они администрируются, это я не знаю и знать не хочу. Или вы можете сказать так, я администрирую программы, я раздаю права, там, все такое, а как эти программы устроены, я вообще знать не хочу. Мне разработчики присылают инсталлятор, я его инсталирую и все. А если что-то не так, они там сами разбираются. Так вот, в области баз данных такое не проходит. В области баз данных очень тесно все переплетено и невозможно администрировать базы, если вы не умеете их разрабатывать и наоборот. Это чем-то напоминает ситуацию в Linux. Вот в Linux, если вы хотите стать программистом, вы вынуждены стать еще и администратором. И наоборот, чтобы администрировать Linux, вам придется стать еще и немножко программистом, иначе ничего не получится. Вот в базах данных так же и годами ситуация ухудшается, потому что базы становятся сложнее. И если вы себя ограничиваете только вопросами администрирования, например, входите только на курсы для администраторов баз данных и сдаете только экзамены по администрированию, то вы просто не сможете сложные базы данных администрировать. В современных базах данных столько всяких хитроумных механизмов, которые используют разработчики, что для того, чтобы понять, для чего они, как правильно ими пользоваться, вам придется стать немножко разработчиком. И разработчиков это тоже касается. Если вы собираетесь базы данных только разрабатывать, никогда не будете их администрировать, все равно вам надо знать администрирование, потому что иначе вы разработаете такую базу, которую будет администрировать очень тяжело, неудобно, а может быть даже невозможно. Все новые и новые механизмы и возможности, появляющиеся в SQL Server, они этому тоже способствуют. Поэтому надо обязательно и то и другое знать, по крайней мере в области MCSA. Вот если вы дальше двигаетесь на экспертный уровень, там уже действительно можно сказать, я экспертным разработчиком быть не хочу, буду экспертом в области администрирования или наоборот. Вот там да, всякие сильно-сильно продвинутые вещи по части своей смежной отрасли вы можете не знать. Но базовые вещи по администрированию, по разработке обязан знать каждый. То, что знает разработчик со статусом MCSA обязан знать администратор и наоборот. В последнее время, к сожалению, надо знать еще и бизнес интеллигенс. Тоже достаточно на уровне MCSA, потому что этот BI он повсюду возник, везде. Раньше можно было сказать так. Я разрабатываю или, допустим, эксплуатирую только операционные базы данных и то, что там аналитики делают, меня вообще не волнует. А вот сейчас нет. Сейчас аналитика, во-первых, есть везде, хранилища есть везде и в новых версиях SQL Server появилось целое направление аналитика прямо в операционных базах. То есть получается и разработчики и администраторы должны в этом разбираться хотя бы на уровне начинающего специалиста, то есть MCSA. Отсюда такой вывод, чем бы вы не занимались из этих трех пунктов, вам надо обязательно все три статуса получить. И, к сожалению, иначе вы будете специалистом, хоть и начинающим, но немножко неполноценным. Дальше в экспертном уровне можно уже сосредоточиться на своем направлении, а основы вы должны знать и в этих смежных областях. Таким образом мы приближаемся к ответу на вопрос что сдавать. Надо сдавать экзаменов столько, чтобы все три статуса собрать. Тогда вы будете полноценным датабазником, разработчиком, администратором или в области аналитики копателем данных. Что же, чем это нам грозит? Саму схему получения этих статусов Microsoft, к счастью, из года в год упрощает. Раньше было довольно-таки сложно. Для каждого статуса надо было сдавать несколько экзаменов, а для каждого экзамена нужно несколько курсов прослушивать было, чтобы к нему подготовиться как следует. сейчас Microsoft старается все упростить. Была попытка сделать так, один курс, один экзамен, но она не прошла, конечно же, но по крайней мере, в смысле, один экзамен, один статус не получилось. А вот один экзамен, один курс, вот это Microsoft теперь успешно делает. Так что, в целом, ситуация упростилась. Итак, будь вы разработчик, администратор или бизнес-интеллигент, надо вам уметь писать квалифицированным пользователем баз данных. Это означает, что вы должны уметь писать SQL-запросы. Ну, зачем разработчику, это понятно. А зачем администратору SQL-запросы? А зачем, что диагностическая информация и всякие показатели и настройки в SQL-сервере представлены таким образом, что если вы не умеете писать SQL-запросы, вы их не увидите. Причем, писать SQL-запросы надо на таком нормальном уровне, не просто select-звездочка, from-таблица, а надо уметь пользоваться join-ами, надо уметь пользоваться оператором apply, иначе вы не сможете заглянуть под капот SQL-серверу и понять, что там у вас не так, провести диагностику и так далее. Это первый пункт, надо быть пользователем базы данных, то есть надо SQL-запросами владеть. Разработка баз данных. Разработка баз данных, естественно, понятно, разработчик должен владеть, ну и администратор должен понимать, как разработчик создает все вот эти вещи, зачем они нужны, как ими правильно пользоваться, как их правильно обслуживать. Для этого есть отдельный курс, отдельный экзамен. По администрированию надо уметь база данных администрировать и знать, как выполняются регламентные задачи, даже если вы разработчик и не будете никогда своими руками делать бэкапы. Если вы не знаете, как делаются бэкапы, то вы напишите такую базу, которую бэкапить будет крайне сложно. Поэтому надо изучить администрирование. Администрирование в последней версии в 2016-й у нас разбилось на два курса, ну и на два экзамена. Это собственно администрирование и развертывание. Раньше такого не было. Раньше это все было в одном курсе, в одном экзамене, а теперь развели, потому что развертывание баз данных стало очень разнообразным. Ну вообще эта тема интересная, надо же SQL Server правильно установить, подобрать оборудование подходящее, правильно базу развернуть, а и раньше вот это все вписывалось в стандартный курс по администрированию. А теперь появилось еще много разных опций, появились новые способы развертывания, появились виртуалки, появились облака, и Microsoft настаивает на том, чтобы мы облаками пользовались, и часть решения развертывали в облаке, часть приземленно, и они должны между собой сопрягаться нормально, например, допустим, база у вас установлена на приземленном сервере, а бэкапы вы делаете в облако. Тут возникает целый ряд вопросов, как правильно это сопряжение с облаком настроить, чтобы не было проблем с безопасностью и тому подобное. То есть развертывание баз данных, развертывание серверов для этого или виртуальных машин, или развертывание облачных служб в объеме эта тема резко возросла, поэтому Microsoft ее вынес в отдельный курс и отдельный экзамен придумал. Что касается сопряжения наших баз с бизнес-аналитикой, то тут схема более-менее пока классическая. Наши операционные базы сопрягаются с хранилищем, хранилища это тоже ведь база данных, и она тоже в SQL Server работает, но она совершенно по другим принципам проектируется и эксплуатируется тоже с особым вниманием. Администратор, который эксплуатирует хранилище, он делает такие вещи, которых никогда не делает администратор операционной базы. И разработчик хранилища, он тоже применяет такие механизмы, которые никогда бы ему в голову не пришло применять в операционной базе данных. Так что это действительно отдельная тема, отдельный курс, отдельный экзамен, это все правильно. И я говорил уже, что хранилища нынче везде. В любую компанию придете, там обязательно есть хранилища. И раз уж вы мастер по базам данных, работодатель будет считать, что вы мастер и по хранилищам. Так что в хранилищах вы должны разбираться, зачем там чего и как эти хранилища правильно готовить. В наше непростое время не только хранилища эти самые везде, а теперь еще везде и надстройка аналитическая над этими хранилищами. Либо в виде классических многомерных баз данных, либо в виде современных табличных моделей, либо хотя бы в виде PowerPivot в Excel. Уж это точно есть у вас, все же пользуются Excel, и теперь там у всех есть PowerPivot, и все хотят работать с хранилищем. Как вот это все работает, тоже надо знать, конечно же. Вот. Да, Станислав, верно вы заметили, область баз данных не упрощается. Если вы администрируете Windows, Windows Server, то там Microsoft старается вас по большей части в облако загнать, и этим немножко вам жизнь упрощается. А вот в области баз данных, даже после перемещения в облако, базы данных не упрощаются. К сожалению, так. И они, наоборот, все сложнее и сложнее становятся с каждой версией, и все больше смежных механизмов нужно знать. Пройдет еще некоторое время, и когда специалисты, вы будете служить аналогичный вебинар на тему сертификации, не удивляйтесь, когда вы узнаете, что разработчик баз данных должен теперь знать математическую статистику, уметь программировать на языке R, потому что в операционных базах это стало нормальным и повсеместно используется. А также, естественно, XML, JSON, и все такие дела. В общем, да, наступает такое время, когда сложно уже быть экспертом в базах данных во всем. Ну, ладно, экспертом во всех базах данных вы можете не быть, вы можете быть экспертом в разработке или в администрировании или в чем-то там одном, но начинающим специалистом вы должны быть во всем вышеперечисленным. Поэтому, если вы собираетесь получить статус MCSA, вам нужно сдавать все вот эти шесть направлений. Если кто-то скажет, что это не так, не верьте. Касательно конкретных экзаменов и курсов, здесь ситуацию Microsoft, к счастью, продолжает упрощать. Во-первых, схема один экзамен, один курс работает по-прежнему, а во-вторых, Microsoft теперь еще синхронизировал номера экзаменов и курсов. Раньше сложно было запомнить, никто не мог удержать в памяти, какой курс какому экзамену соответствует, на какой курс идти, чтобы подготовиться вот к этому экзамену. Теперь номера синхронизированы и номер курса совпадает с номером экзамена, к которому этот курс вас готовит. И этот экзамен один, то есть вы один курс прослушали и сразу же можете идти сдавать один экзамен с таким же номером. Вот так. Вот эти четыре, шесть экзаменов или шесть курсов или то и другое вы можете осилить и тогда можете сказать, что теперь вы полноценный начинающий специалист со статусом МССА. Эти все курсы конечно же есть у нас на сайте. Давайте туда зайдем. Смотрите, у нас первый пункт в меню раздел курсы. Заходим туда. Ну, курсов специалисты очень много. От ландшафтного дизайна до рисования песочком на прозрачном стекле. А нас интересует конечно программирование с УБД и тут конкретно вот с УБД. Вот здесь вот у нас база данных и SQL Server и все остальное. Отчетное место занимают курсы по SQL Server и конечно же мы любим последнюю версию самую свежайшую. Идем туда. И вот здесь мы видим конкретные курсы. Конкретные курсы. И все номера, которые вы видели на слайде все они здесь есть. Вообще есть простой способ как быстро найти курс. Вы со слайда копируете номер в поиск на сайте специалиста. Например вас волнует курс 2761. На сайте специалиста есть поиск вы идете сюда 2761. Кто-то здесь искал слово счастливее. Интересно. Надо попробовать. И вот первая же ссылочка это как раз этот курс. Заходим. Вот пожалуйста вот этот курс. Тут написано каким экзаменом он готовит. Расписание темы все дела сколько стоит и так далее. Очень просто пользуйтесь. ну что же вот я ответил на вопрос что сдавать. Дальше на экспертный уровень мы сегодня двигаться не будем. Наша сегодняшняя встреча предполагает что мы знакомимся с сертификацией что это такое зачем нужно ну вы это уже поняли а в следующих сериях мы конечно же вернемся к этому вопросу и поговорим уже по экспертным направлениям и даже по отдельным экзаменам как их там сдавать правильно. Так мы выбрали значит что сдавать 6 экзаменов теперь вопрос как сдавать как сдавать ну как сдавать сдавать то не сложно звоните специалист записывайтесь платите денег и сдаете. интересен обычно вопрос как готовиться как готовиться к этим экзаменам естественно любой сотрудник специалиста и любой сотрудник микрософта скажет вам что лучший способ готовиться к экзаменам это курсы это правда тут не поспоришь да курсы стоят денег но зато вы подготовитесь к экзаменам быстро и вы подготовитесь к экзаменам как бы это сказать точно Потому что экзамены, то, что вы увидите на экзамене, вот те вопросы, которые вам там встретятся, они очень-очень похожи на то, что написано в учебнике и на то, что вам рассказывают на курсе. Так что это самый точный способ подготовиться. И он самый быстрый, потому что обучения с преподавателем ничего быстрее нет. Вы можете готовиться самостоятельно по книжкам, но это займет больше времени. А с преподавателем вы подготовитесь быстрее. Ну и курсы, где искать, вы, конечно, понимаете. Дальше, что еще? Как еще народ готовится к экзаменам? Дампы. Дампы это способ плохой. Как часто делают, накачал на торрентах дампов и начал читать. У дампов есть серьезный недостаток. Когда вы читаете дамп, вы сразу видите правильный ответ. Обычно эти дампы в PDF-ах раздаются, и вы читаете вопрос, там четыре варианта ответа, и сразу помечен правильный. И вы это сразу видите. И вот в плане подготовки это очень плохо, потому что вы думаете, о, ну это же просто, это элементарный вопрос, я бы точно так и ответил, конечно же. А вот если бы вы правильного ответа не видели сразу, то не факт, что вы бы так же ответили. Вы бы вполне возможно ответили по-другому. Нельзя при натаскивании, даже если вас устраивает, просто вот так зазубрил, выучил, нельзя сразу показывать правильный ответ, потому что вы это сразу забудете. В фильме «Хороший год» Рассел Кроу сказал такую фразу, что мужчину делают, мужчиной не победы, а поражения. Вот когда вы неправильно ответили на вопрос, вы это запомните надолго. А если вопрос вам показался легким, и вы увидели правильный ответ, и подумали, ну конечно, кто же этого не знает. Вот это вы не запомните, вы это забудете. А вот если вы думали, как ответить, прикидывали там чего-то ответили и ошиблись, вот это вы запомните. Поэтому при подготовке дампами пользоваться, конечно, нехорошо. Это главная проблема дампов. Ну, ошибок много, да, да, и вообще это незаконно. Ну, это понятно. Но главное то, что вы видите правильный ответ, и от этого эффективность дампа как средство подготовки, конечно, снижается. Не будем пользоваться дампами. Есть тренажеры. Вот это гораздо лучше, чем дампы. Потому что тренажер, он не показывает вам правильный ответ. Он вам вопрос показывает, вы отвечаете, и потом вы видите, что вы ответили, скажем, неправильно. Или, например, правильно. Это вариант, конечно же, лучше дампов. Гораздо. Но у тренажеров есть недостаток. Они стоят денег. Тренажеры покупаете за деньги. Ну, и опять же, если вы нашли способ бесплатно тренажер накачать где-то, то, скорее всего, там с ним будут проблемы, ошибки, все такое. В общем, если по закону официально тренажерами пользоваться, их надо покупать. А зачем их покупать, когда можно не покупать? В специалисте есть бесплатная тренировка. Тот же тренажер, только лучше. Во-первых, эта штука бесплатна для наших выпускников. О чем я говорю? Что это за такие тренажеры? Вот в самом низу нашего сайта есть такая синяя плашечка. И тут, смотрите, вот есть такой пункт. Бесплатные семинары центра. Кстати, мы сейчас находимся как раз на бесплатном семинаре центра. Вот все, что в этом пункте, оно все бесплатно. И тут расписание ближайших семинаров всяких интересных. А среди них раз в месяц встречается вот такая штука. Вот это тоже семинар. Он тоже может быть очным, он может быть по вебинару. Вы можете, то есть, приехать в специалист или вы можете подключиться удаленно. И это настоящий тренажер. Это выглядит так. Вы приезжаете или подключаетесь удаленно к компьютеру, на котором запущен именно ваш экзамен. То есть, там такая же программа работает, которая будет принимать ваш экзамен. И она также себя ведет. Вы там выбираете режим тренировки и начинаете сдавать экзамен. Это бесплатно для наших выпускников. И второе преимущество, то, что там будет преподаватель. Либо я, либо Михаил Гурьянов, либо Сергей Минюров. Зачем преподаватель? Там будет сидеть для того, чтобы вы ему задавали вопросы и с ним обсуждали всякие интересные вещи, которые вам в тренажере встретятся. Ну, например, какой-то вопрос увидели, а ответ совершенно не очевиден. Можно с преподавателем это обсудить, почему так, почему не так. То есть, получается, как такой практику, чуть ли не как курс. Это совершенно бесплатно. Вот это правильный способ подготовки. Вы кликаете на корзинку, записываетесь, после чего вам перезванивают и спрашивают, какой конкретный экзамен вам загрузить. Какой вы хотите сдавать? Вы говорите, хочу экзамен такой-то. И приходите или подключаетесь, и на компьютере на вашем загружен уже именно ваш экзамен, который полностью повторяет вид этого экзамена в боевом режиме. Кстати, как этот экзамен в боевом режиме будет выглядеть? Экзамен автоматизирован. Вас сажают за компьютер и запускают программку, которая задает вам вопросы. И под каждым вопросом несколько вариантов ответа. Вы выбираете правильный, один или несколько правильных, и так вот его сдаете. Ну, или симуляция может быть запущена, то есть возникнет что-то имитирующее интерфейс менеджмент студии в SQL Server, и вас спросят, а понажимайте-ка на кнопочки вот этой симуляции таким образом, чтобы случилось нужное действие, чтобы вот эта последовательность ваших нажатий привела к нужным действиям. Вопросов будет около полусотни, и вы можете в любой момент вернуться назад, передумать, ответить по-другому. До тех пор, пока вы в конце экзамена не нажмете кнопочку «Завершить экзамен», вы можете все вопросы поменять. Вот Александр спрашивает в чате, а как на такой тренажер записаться, если вы в регионе? Очень просто, так же, как вы по вебинару сейчас смотрите наш вебинар. Только у вас помимо вебинара будет еще ссылочка на удаленный рабочий стол. По протоколу РДП вы подключаетесь к компьютеру, который у нас стоит в специалисте. Вот на нем запущен этот тренажер, и вы там спокойно тренируетесь. То есть совершенно никаких проблем. Эта технология у нас отлажена, у нас уже много лет читаются курсы в таком режиме, и, в общем, все нормально, никаких проблем нет. Вот. Поэтому такой способ подготовки, конечно же, самый правильный, предпочтительный, бесплатный, и с живым преподавателем, с которым можно обсудить какие-то сложные вопросы и вообще поболтать на тему баз данных или что вы там сдаете. Такие тренажеры у нас не только по SQL Server. Каждый месяц бывают. А и по Windows тоже, и так далее. Так что обязательно этим пользуйтесь. Не скажите, когда я читал про эти тренажеры, я так понял, что нужно было кисто в курсе, в котором собираешься экзамен сдать. Это бесплатно для наших выпускников. Вот. То есть если вы не учились ни на одном курсе, то, да, вы не сможете записаться на такой тренажер. Вот. Если вы у нас уже учились, то можете записаться. Да, вам позвонят и спросят, на какой курс вы, какой экзамен вам нужно тренажер загружать. Вам даже подскажут, если вы не знаете, вы можете так сказать, я хочу вот стать MCFA. Подскажите, вам подскажут, подберут экзамен. Ян спрашивает, а можно ли каждый месяц тренироваться? Да, многие так и делают. Вот есть люди, которых я встречаю на этом практикуме тренажерном каждый месяц. Они ходят, и некоторые один и тот же экзамен по несколько раз тренируются, а некоторые разные. Ну, разные, наверное, интереснее. Я так думаю. Когда дело дойдет до самого экзамена, не пугайтесь, он будет на английском языке. Но английский язык там очень простой, так что, если вы читаете документацию по SQL Server, то с вопросами, наверное, справитесь. Обычно удивление вызывает две вещи на официальных экзаменах. Во-первых, часто встречаются такие формулировки вопросов, что подходит несколько вариантов предложенных, а нужно выбрать одну, а подходит два или три. Вот здесь надо выбирать тот ответ, который вы видели в учебниках. То есть надо выбирать не правильный с точки зрения здравого смысла, а правильный с точки зрения Microsoft. Вот как в учебнике вы читали, как вас на курсах учили, вот так и делайте. Такой вариант и выбирайте. Еще спрашивают часто, а как же так, я пришел на экзамен по администрированию, а тут вопрос по разработке попался или наоборот. Или я вообще сдаю экзамен по SQL-запросам, а меня тут спрашивают про что-то такое не относящееся к SQL-запросам. Этого тоже не пугайтесь, это нормально. В каждый экзамен Microsoft обязательно добавляет несколько вопросов, которые не относятся к теме напрямую. Таким образом Microsoft проверяет, действительно ли вы имеете опыт работы с продуктом или вы просто прочитали книжку или сходили на курс. Если почитать внимательнее требования к кандидатам на эти статусы, то там написано, что вы должны иметь опыт одного года или от шести месяцев или сколько-то там работа с продуктом. Ну и плюс знать это, это, это. По каждому экзамену список тем расписан. И Microsoft считает, что если вы не только прочитали книжку, а еще и действительно чего-то администрировали, разрабатывали, то вы просто не можете этого не знать. Вы точно это знаете. Так что не удивляйтесь. Но к счастью, такие вопросы можно безопасно провалить, потому что необязательно на все вопросы отвечать. Вы можете провалить примерно 15% вопросов. Примерно так можно, ну лучше 14, наверное. И еще хорошая новость, в сертификате не будет написано, сколько вы там провалили вопросов, сколько нет. Сертификат представляет собой зачет, вообще экзамен представляет собой зачет. Результата может быть два, сдал и не сдал. И в сертификате не будет написано, сколько вы набрали баллов, на сколько вопросов вы правильно ответили. Вы это увидите только один раз после завершения экзамена в распечатке, которую вам вручит администратор центра тестирования. Там будет написано, что вы, скажем, на 80% ответили, а на 20% нет. И вы можете так это прикидывать. Хорошо это или плохо. Но для себя так считайте, что хороший результат начинается с 90%. То есть, если вы больше 90% вопросов осилили, то это хорошо, вы действительно знаете. Если меньше, то это так, на троечку. То есть, вы сертификат получите, но пробелы как-нибудь там закройте между делом. Вот так. Станислав спрашивает, а что с такими вопросами делать? Ну, в конце каждого экзамена, вообще-то, возникает анкета, где Microsoft вас спрашивает, какие у вас есть комментарии по этому экзамену, что надо улучшить, что вам не понравилось. И там у вас будет возможность неторопливо описать, что вам не понравилось и отправить это в Microsoft. Еще популярный вопрос по версиям. Например, в компании используется версия не актуальная, а постарше. А вот экзамены есть и на старой версии, и на новой. Какой лучше путь пройти? Ну, это вообще-то не важно. На самом деле, не важно. Вы можете сдавать и по новой версии, и по старой. Все равно сертификат вы получите. Те, кто вынужден сдавать эти сертификаты постоянно, вот, например, преподаватели-специалисты или сотрудники, которые работают в партнерах, в интеграторах всяких, они, конечно, пытаются это оптимизировать, чтобы поменьше ходить на экзамен. Они стараются сдавать апгрейдные экзамены. То есть повышают, апгрейдят предыдущую версию до последующей. Вот. А если у вас такой задачи нету, прям вот постоянно поддерживать большое количество сертификатов, то это все равно. Как вам комфортнее, как вам удобнее, так и сдавайте. Это не важно. Я на слайдах показал путь именно по 2016-й версии. Но можно к этим сертификатам MCSA прийти через апгрейд более старых. Но если вы уже получили старые сертификаты, то, наверное, мой рассказ вам уже не очень интересен. Вот так. Ну, вот что я хотел сегодня в первой серии истории про сертификацию вам рассказать. Вы пока подумайте, какие у вас остались вопросы, а я расскажу, что в следующих сериях у нас будет. В следующих сериях мы обсудим экспертный уровень сертификации и поговорим по каждому направлению, чего там надо конкретно изучать и на что обратить внимание. Ну, а дальше посмотрим по вашим пожеланиям и комментариям. Но я советую вам сильно не увлекаться вот именно такими схемами сертификации. Они все равно постоянно меняются, Microsoft постоянно что-то новое придумает. Пройдет год, и схемы все изменятся. Вы обращайте внимание вот на те ключевые опорные точки, которые я в этом семинаре обозначил. Зачем вам сертификат? Во-вторых, MCSA нужен по базам данных по всем направлениям и по разработке, по администрированию и так далее. И в-третьих, приходите к нам бесплатно готовиться, бесплатно на тренажере заниматься. Александр спрашивает, будет ли запись? Да, будет запись. Она будет выложена на нашем канале, на YouTube, на сайте специалисты, ну, в общем, там, где везде у нас выкладываются все записи. У нас, вы, наверное, в курсе, есть видеоканал на YouTube и на сайте, пока вы по нему лазите, в правой колонке вот тут вот всякие ролики интересные. Наш канал. Посмотрите, там есть много полезных роликов, обучающих по SQL Server, в том числе. Вот уроки по базам данных, например. Тут много всего интересного. Смотрите. Эти ролики смотреть интереснее, чем про программу сертификации. А вот, кстати, видите, новость Microsoft меняет правила сертификации MCSE и MCSD. Вот так. Какие, коллеги, еще на вопросы у вас накопились? Есть ли где-нибудь в интернете виртуалки для подготовки к экзаменам, чтобы можно было там... Есть ли виртуалки? Да, есть, но они платные, и Microsoft, и Microsoft это отдельная услуга, да. Есть такое. Сколько специалистов в MCSE? Можно статистику такую найти? Я думаю, немерено просто их чудовищное количество. Огромный регион гигантских этих специалистов. Ну, не миллионы, конечно, нет, но все в резюме пишут, что они MCSE. Это престижно, спрашивает Александр. Ну, я на ваш вопрос уже отвечал в начале. Это не то чтобы престижно, это обязательно. Если вы будете работать в Штатах и Европе, это просто обязательно. Правила хорошего тона. Ну, а я завершаю вебинар. Пошли с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...